В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании Международного Дня Инвалида. Проведение 3 декабря Международного Дня Инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества, на преимущество, которое оно получает, от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни. Государство заботится о них, создавая различные общества, обучая их по специальным методикам, привлекая к посильному труду, выпуская для них специальную литературу. Среди инвалидов устраиваются конкурсы, соревнования, встречи. Многие из них по-настоящему талантливые люди. И, конечно же, все они полноценные члены общества. Согласно статистике, в среднем 10% жителей планеты имеют врожденные или приобретенные ограничения жизнедеятельности. Родиться или вдруг стать инвалидом для большинства сравнимо с вечными муками. Ведь надежда найти достойное место в жизни, обрести семью и просто быть счастливым человеком для большинства сводится к нулю. Кто-то смиренно принимает свой новый статус, а кто-то свою жизнь видит лишь в борьбе, в борьбе, доказывая, что никогда нельзя отчаиваться. Одним из самых ярких примеров человека с величайшей силой воли и безграничным желанием жить полноценной жизнью является мотивационный оратор, меценат и писатель, автор популярных книг, таких как «Жизнь без границ», «Неудержимый», «Будь сильным», «Ник Вуйчич». Он родился с редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырех конечностей. С рождения у мальчика отсутствовали полноценные руки и ноги, но имелась одна частичная стопа с двумя сросшимися пальцами. Это позволило мальчику после хирургического разделения пальцев научиться ходить, плавать, кататься на скейте, заниматься серфингом, работать на компьютере и писать. Сейчас Нику 38 лет, у него есть жена и четверо детей. «Моя миссия – это помочь людям найти свой путь в жизни», – говорит он. Переживая по поводу инвалидности в детстве, он научился жить со своим недостатком, делясь своим опытом с окружающими и став всемирно известным мотивационным спикером. Его выступления в основном обращены к детям и молодежи, в том числе и инвалидам, в надежде на активизацию в них поиска смысла жизни и развития своих способностей. Ирик Зарипов стал инвалидом в 2000 году в возрасте 17 лет, после того, как, по его словам, попал под масс на мотоцикле. В инвалидный спорт Зарипов пришел в 2003 году в родной Башкирии, просто чтобы время занять. После случившегося с ним несчастья он пробовал себя в различных дисциплинах – легкой и тяжелой атлетике, плавании, настольном теннисе. Выигрывал Кубки мира по биатлону и лыжным гонкам. Питер Динклейдж – американский актер и кинопродюсер. Родился с патологией скелета – ахондроплазией. Причины возникновения этого заболевания до сих пор неизвестны. В мире на каждые 75 тысяч новорожденных встречается один больной ребенок. На данный момент рост актера составляет 135 сантиметров. Заболевание считается наследственным, хотя оба родителя и брат Питера среднего роста. Начал карьеру в 1995 году. Широкая известность пришла после роли в фильме 2003 года «Станционный смотритель». Далее следуют десятки ролей и множество наград. За роль Тириона Ланестера в сериале «Игра престолов» Динклейдж был удостоен четырех премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Актер женат на театральном режиссере Эрике Шмидт. У них есть двое детей. Лауреат Нобелевской премии Стивен и Бильям Хокинг изучал фундаментальные законы, которые управляют Вселенной. Он является обладателем 12 почетных ученых званий. Его книги «Краткая история времени» и «Черные дыры» стали бестселлерами. При всем при этом еще в 20 лет Хокинг был практически полностью парализован из-за развития неизлечимой формы астрофирующего склероза и оставался в этом состоянии всю свою оставшуюся жизнь. У него двигались только пальцы правой руки, которыми он управлял своим движущимся креслом и специальным компьютером, который за него говорил. Несмотря на тяжелый недуг, биография Стивена Хокинга наполнена радужными событиями, научными открытиями и достижениями. Страшное заболевание не сломило Стивена, только чуть изменило течение жизни. Практически полностью парализованный Стивен Хокинг не видел преград в собственном недуге, вел полноценную насыщенную работой жизнь. Женат Хокинг, кстати, был дважды. В первом браке у него родилось трое детей, два сына и дочь. Дети Стивена Хокинга поддерживали отца во всех его делах и начинаниях. Тема людей с ограниченными физическими возможностями поднималась во многих произведениях литературы. Вот лишь несколько примеров. Владимир Короленко, слепой музыкант Альберт Лиханов, солнечное затмение Владислав Крапивин, самолет по имени Сережка Тамара Крюкова, Костя плюс Ника Нодар Думбадзе, я вижу солнце Владислав Титов, всем смертям на зло Автобиографический роман в рассказах «Белое на черном» русского писателя Рубена Давида Гонсалеса Гальего Внука генерального секретаря Коммунистической партии народов Испании Стал сенсацией и получил премию «Русский букер» как лучший роман года Большая часть жизни автора прошла в интернатах для детей-инвалидов в Советской России О которых он подробно рассказывает в своей книге Несмотря на то, что в книге много тяжелых в моральном отношении моментов Читая ее, задумываешься не только о несовершенстве человеческого мира Но и о его вечных ценностях Добре, любви, понимании Которые на фоне людских страданий начинаешь замечать и ценить гораздо больше Роман Мариан Петросян «Дом в котором» Повествует о странном сером доме Интернате для детей-инвалидов У многих из этих детей есть родители Но по тем или иным причинам они от них отказались Но книга на самом деле совсем не о трудностях жизни в таком заведении Она об особых отношениях подростков друг с другом и с домом Который для них становится собственной вселенной Выходить за пределы которой они не хотят Роман «Дом в котором» стал культовым Получил целый ряд литературных премий И снискал невероятный успех у читателей Своими совершенно особенными героями Необыкновенной атмосферой, тайнами и магией Повесть «Класс коррекции» Екатерины Мурашовой Жизнелюбивое и оптимистичное произведение Несмотря на то, что темы, которые оно поднимает Трудные подростки, часто с особенностями развития Социально запущенные Сложные, часто неудобные И кажется, что ни о каком оптимизме здесь и речи быть не может Екатерина Мурашова – практикующий школьный психолог И в своей книге она говорит с подростками на самые трудные темы Помогать через сочувствие героям книги Осознать себя как человека, личность и гражданина День инвалидов – это возможность для людей проявить свои лучшие качества И внести свой небольшой вклад, чтобы немного облегчить тяготы жизни людей С ограниченными возможностями Остается надеяться, что праздник поможет ускорить процесс По созданию достойной жизни людям, нуждающимся в преобразованиях в нашей стране